Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Сауля Байгалиева. И смотрите в этом выпуске. Охватывать летним отдыхом не 4, а 15 тысяч детей. Аким города Ермак Салимов обозначил задачу по улучшению материально-технической базы загородных лагерей. 907 миллионов тенге против прошлогодних 400 миллионов. Финансирование ремонтных работ в школах увеличено в два раза. В семье чествуют призеров республиканского турнира «Казахстан-Барасы-2018». Семичане во главе с руководством города встретили Иерасова Кожибаева и Айбека Ногмарова. А теперь обо всем по порядку. Сегодня началось официальное празднование Дня Астаны. Этот этап отмечен поднятием национального флага в столице. В данной церемонии принял участие глава государства Нашултан Азарбаев. Президент также наградил молодых офицеров их первыми званиями. Выпускники высших учебных заведений Министерства обороны и правоохранительных органов уже готовы заступить на службу. Их распределили по всем уголкам страны. Поднятие государственного флага является одной из самых торжественных церемоний в стране. Вот почему все высшие должностные лица государства участвуют в данном процессе. Это ежегодная традиция. После поднятия флага официально объявляется начало празднования Дня столицы. По порядку мероприятия церемония поднятия флага происходит под мелодию государственного гимна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АРДАКТЫ АСТАНАЛЫКТАР ЕЛ ОРДАНЫН КОНАКТАРЫ Бұл ПЕРЛОКТАРЫ Жел біреген көк туымыздың астында туыды аспынға көтеріп, бүгін біздің шахарырымыздың Ел ОРДАМЫЗДЫң 20 жылдық мерет делені арналған бәрлік шараларын бастағалы ботырмыз. Ел ОРДАМЫЗДЫң 20 жылдық мерекесін менен шінецрілі көтерді көтерді күлі күй Underground,' Продолжение следует... После приветственной речи глава государства рассказал о значимости флага. Еще с давних времен наши предки использовали флаг при защите земли от врага. Наличие флага говорит о независимости страны. Казахстан. Тәуелсіздік. Астана үш ұғым бірдей. Біздің жалғыз отанымыз бар ол Қазахстан. Біздің орындалған арманымыз ол тәуелсіздік. Біздің еш кімінің туғына қысымайтын көк туғымыз бар. Ол біркен ұлттар үймінен бастап барлық біздің шетелдеге елшіліктерді. Өзіміздің әр уақыттағы жараларда көтерілетін туғы. Сонтан туғыды құрметті отанды сүйі деген менің бірдей. Біздің туғымыз болышаққа бастайтын алдымызда көтерген туғымыз. Ата-бабаларымыз жорққаттын арда батырларға туғын қисяймасын деген бата беретін болатын. Ол деген өте үлкен бата туғ елдікпенен бірдей. Сонтан без жылда дастғы бөенші оскғын көтері. Сегодня на площади собрались и молодые офицеры, которые будут стоять на страже мира и спокойствия страны. Выпускников университета их первыми военными званиями президент страны наградил лично. Молодые офицеры, завершившие военное обучение, теперь отправятся в различные районы страны, чтобы служить достойно своей родине В Астане прошел международный агрофорум Отличился он тем, что организацию по его проведению взяли свои руки предприниматели Ведущие представители бизнеса, работающие в этой отрасли, пригласили своих коллег из стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы обсудить общие проблемы Они рассмотрели потенциал и перспективы международного сотрудничества Форум проводился по инициативе Народной палаты Казахьяли совместно с Торговой палатой Казахстана «Шелковый путь» В рамках реализации программы по формированию экономического пояса «Шелкового пути. Один пояс, один путь» В работе форума приняли участие представители более 20 крупных компаний Европы и Азии, а также представители среднего и малого бизнеса агропромышленного комплекса из всех областей Казахстана Мы рады принимать у себя этот форум Его цель в том, чтобы объединить предпринимателей и призвать их к единству Привлечение инвестиций в нашу страну станет их вкладом в процветание родного государства К новостям в городе. Материальную базу летних загородных лагерей необходимо обновлять и улучшать К такому выводу пришел Аким Семейер Максалимов, посетив три летних лагеря и ознакомившись, в каких условиях отдыхают дети По информации отдела городского образования, в этом году активным отдыхом в лагерях региона и области планируется охватить около 4 тысяч школьников В том числе и детей из социально уязвимых категорий населения Настала пора повысить качество летнего отдыха детей Это стало ясно при визите в детско-оздоровительный лагерь «Радуга» Осмотрев бытовые условия и комнаты проживания, Ермак Салимов обратил внимание на важность создания комфортных условий Чтобы ребята могли хорошо отдохнуть и набраться сил Отдельное внимание городоначальник уделил питанию детей Ведь от качества продуктов и умения поваров в немалой степени зависит настроение и здоровье отдыхающих Впрочем, сами дети на питание не жаловались Каждый сезон сюда приезжает до 130 ребятишек В течение 12 дней их график расписан практически по минутам Дети с удовольствием играют на свежем воздухе, участвуют в творческих конкурсах и эстафетах Ежедневно, конечно же, у нас мероприятия меняются Где-то музыкальные, где-то спортивные, где-то театральные, развлекательные моменты характера То есть дети целый день заняты, режим у нас дня То есть с утра зарядка у нас, обед, полдник, тихий час, ужин, дискотека В летнем лагере Жасканад за сезон отдыхает 320 детей Посетив один из восьми корпусов, Ермак Салимов обратил пристальное внимание на то, в каких условиях проживают дети Обойдя территорию лагеря, глава города ознакомился с досугом детей К слову, они были настолько увлечены процессом игры, что даже легкий летний дождик не стал им помехой В спортивно-оздоровительном лагере Достыка отдыхают и тренируются юные спортсмены со всех регионов Восточного Казахстана Здесь они не только занимаются спортом, но и участвуют в культурно-массовых мероприятиях Будущие чемпионы рады, что у них есть возможность провести летние каникулы на свежем воздухе и познакомиться с новыми друзьями Я приезжаю сюда уже третий год, за это время я познакомилась со многими ребятами, которые занимаются разными видами спорта Подводя итоги инспекционной поездки по детским летним лагерям, Аким Семея Ермак Салимов дал, в общем-то, положительную оценку Вместе с тем он отметил, что с каждым годом необходимо увеличивать финансирование лагерей с целью улучшения качества отдыха детей Также настала пора расширить объем детей, охваченных оздоровительным отдыхом Потенциально мы должны оздоравливать где-то около 15 тысяч ребятишек Оздоравливаем только 4 тысячи То есть здесь есть предмет разговора нам, и мы намечаем сегодня эту ситуацию поправить Надо, безусловно, смотреть новые возможности Понятно, что мы построить лагеря в ближайшей перспективе не сможем Но есть ряд объектов, которые сегодня мы могли бы привлечь и организовать там не только летний отдых, но и необходимо организовать и зимний отдых Кроме загородных летних лагерей, школьники имеют возможность выехать на отдых и за пределы семейского региона В этом году порядка 120 детей из разных категорий населения отдыхают в местах и базах отдыха Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области Сама Секенов, Серик Нуртазинов, телеканал Семей Финансирование ремонтных работ в школах в этом году увеличено в два раза Это позволило значительно расширить список школ, подлежащих в этом году ремонту Всего для среднего и текущего ремонта 67 школ выделяется 907 миллионов тенге Отметим, что в прошлом году эта сумма была 400 миллионов Работы ведутся уже с 1 июня Средняя школа номер 15 построена в 1979 году И за это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт крыши На протяжении последних 15 лет это была проблема номер один для школы И она доставляла большие неприятности как детям, так и учителям, особенно весной и осенью Своими силами мы выходили из ситуации, силами рабочих, школы Которые из подручных средств могли перекрывать какие-то определенные места Но это было все временно, только на очень короткий промежуток времени Когда мы могли выйти из ситуации Обязательно нужен был и требовался нам именно капитальный ремонт Протекала полностью крыша, появлялась на стенах плесень, сырость стояла в кабинетах Долгожданный ремонт начался здесь 1 июня Тендер по выполнению работ выиграла компания из Уст-Кобногорска СМО «Промэлектросвязь» Стоимость проекта 24 миллиона тенге Работы ведутся согласно графику производственных работ По плану завершить ремонт подрядчик должен до конца августа Параллельно в школе готовят к открытию 1 сентября новый кабинет робототехники Здесь уже установлен монитор, ожидается поставка мебели и остального оборудования В целом, по данным городского отдела образования, в этом году финансирование ремонтных работ в школах увеличено в два раза В начале года было выделено у нас 467 миллионов И начато проведение государственных закупок и ремонт в 40 учреждениях образования Последняя буквально сессия, деньги были дополнены И теперь у нас в целом ремонт капитальный текущий будет проводиться в 76 учреждениях образования Точнее, как 76 проектов, где-то по два проекта, где-то один проект И общая сумма ремонта составляет 907 миллионов В эту сумму входит 69 миллионов, которые выделены на ремонт кабинетов Как отмечают в отделе, при потребности 4 миллиарда тенгена капитальные и текущие ремонты школ Выделяемые средства не позволяют решить всех проблем Но школы рады и этому Надо отметить, что в рамках программы «Рухани Жангару» кабинеты робототехники будут оборудованы в 50 учебных заведениях В них уже устанавливается специальное оборудование Помимо этого оснащаются кабинеты физики, химии и биологии По данным отдела образования, всего планируется открыть 82 таких специализированных кабинета И дополнительно еще 9 за счет спонсорской помощи фонда предпринимателей ПАРЭС Сауля Бегалиева, Серег Нуртазинов, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей Семей встретил призеров республиканского турнира «Казахстан БАРЭС-2018» Сегодня утром на вокзал специально прибыли Аким города Ермак Салимов Представители отдела физической культуры и спорта и военнослужащие регионального командования «Восток» Чтобы поприветствовать Ерасыла Кожибаева и Айбека Нугмарова Семейские палуаны вновь поднялись на педестал призеров республиканского турнира «Казахстан БАРС-2018» В этом году двое наших борцов привезли в родной город ПАИСА Ерасыл Кожибаев занял второе место, взяв серебряный поезд, а также 5,5 миллионов тенге Айбек Нугмаров стал бронзовым призером На вокзале борцов встретили близкие, друзья, представители отдела физической культуры и спорта Военнослужащие регионального командования «Восток» Аким города Ермак Салимов лично поздравил палуанов с достойным выступлением Это большая радость, от чистого сердца поздравляю наших спортсменов Вы видите, весь семей сегодня здесь собрался Только вперед, чтобы встречи такие проводили только по приятным событиям Пусть наш город процветает Стоит отметить, что Ерасыл Кожибаев впервые принял участие на данном республиканском турнире Одержав победу над прошлогодним Борысом и Ламаном Ергалиевым Ранее, несколько месяцев назад, он стал победителем Кубка Республики Аскер-Барсы Ерасыл – уроженец Бородульхинского района Он является спортсменом штатной команды Центрального спортивного клуба армии В планах у борца в следующем году привезти в родной город золотой пояс Стоит отметить, что сегодня он празднует день рождения Полуану испунилось 24 года Готовился год, изучал каждого соперника И вот занял второе место Во время третьей схватки встретился с победителем прошлого года Елеманом Ергалиевым И тогда повредил плечо Очень хотел выиграть золото, но получилось, что взял серебро Айбек Нагумаров является опытным полуаном, у которого имеется уже золотой пояс Казахстан-Барсы Также три раза он становился бронзовым призером Как отмечает сам полуан, участвовать в турнире он будет продолжать, пока у него есть возможность Мы с Ерасылом заняли второе и третье место, рады таким результатам Спасибо большое, сегодня нас встречает глава города Ермак Бедахметович, генерал-майор Нурлан Кашаганов, семичане, которые за нас болели Республиканский турнир Казахстан-Барсы в этом году состоялся восьмой раз На нынешние соревнования съехались 37 полуанов со всех регионов страны От семей отправились семь спортсменов Это показатель хорошей спортивной подготовки, отметили собравшиеся Покатгуль Казец, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей» И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова